Дорогие друзья, ну вот на самом деле тема для меня была сформулирована как что же изменилось в лекарственной терапии опухоли с наличием активирующих мутаций за последнее время. И на самом деле здесь, с моей точки зрения, очень правильное название для секции, в которой все это происходит. Потому что действительно то, что происходит сейчас в таргетной терапии опухоли легкого, это во многом отражает, конечно, эволюцию. То есть мы сейчас с вами присутствуем при постепенном увеличении количества знаний о том, как нам правильно лечить эти опухоли. И с одной стороны это хорошо, потому что постоянно происходят изменения, постоянно появляются новые возможности для лечения наших пациентов, для улучшения их качества жизни, для увеличения их продолжительности жизни, для удлинения того интервала, когда они получают таргетную терапию, а не цитостатическую терапию. С другой стороны, конечно, каждый раз приходится говорить о каких-то своих соображениях о том, куда будет двигаться это направление. И приходится признать, что они не всегда, конечно, бывают правильными, потому что порой мы видим совершенно неожиданные результаты клинических исследований. Поэтому, с моей точки зрения, то, что мы видим сейчас, это эволюция лекарственной терапии. И, конечно, она будет продолжаться, и то, что мы будем с вами видеть через 5-10 лет, это будет уже совершенно другая ситуация, и мы будем обсуждать совершенно другие вопросы. Безусловно, эта эволюция, она происходит во всем мире. И, конечно, к сожалению, здесь приходится разделять два принципиальных момента. Первый момент – это то, что происходит в мире, это выдающееся открытие, большие исследования, огромное количество, вал информации, который отражает то, что происходит в лечении пациентов с активирующими мутациями. В то же время есть и наши реалии, которые, несмотря на то, что мы вовлечены в мировую науку, но то, что мы непосредственно можем применять уже завтра в нашей клинической практике, и то, что отражает наш, пускай немножко более медленный, но все-таки движение вперед, а мы так в реальном времени будем наблюдать голосование. В общем, это наш путь, это то, что мы имеем сейчас, и то, что мы должны будем использовать в ближайшее время. И в связи с этим у меня первый вопрос, который, мне кажется, имеет принципиально для нас значение в связи с тем, о чем я буду говорить дальше, это каким же образом использовать имеющиеся уже сейчас препараты, это касается как ингибиторов ИГФР, так и ингибиторов АЛК и РОС-1, и отчасти это имеет отношение и к пациентам с наличием более редких активирующих мутаций, для которых имеет место только одна эффективная линия лекарственного лечения. Как бы вы сейчас использовали имеющиеся ресурсы? Вы бы начали с наиболее эффективного препарата, надеясь, что за то время, пока пациент будет находиться на фоне этого лечения, существенным образом все изменится, и, возможно, появятся какие-то опции, которых мы сейчас даже с вами не ожидаем. Или вы начали бы с проверенного средства, предполагая, что с определенной вероятностью у больного будет механизм резидентности, на который мы можем воздействовать уже сейчас. Давайте проголосуем. Что мне сделать? Что? Ждать. Показывайте, пожалуйста, результат. Мы так строго только сказали, что все так. Но вот видите, на самом деле то, что мы видим, оно во многом отражает и реальную ситуацию. Сейчас однозначного ответа на вопрос, как нам лучше поступить, начать с самого начала, с наиболее эффективного препарата и надеяться на длительный эффект, а потом, возможно, на какие-то изменения, либо переходить на имеющиеся уже на тот момент ресурсы, либо использовать постепенно имеющиеся возможности. Собственно, это вопрос в настоящий момент открытый и, по всей видимости, он не должен однозначно решаться для всех пациентов. Это связано и, безусловно, с расходами на здравоохранение, которые, к сожалению, актуальны в нашей стране и будут, наверное, оставаться актуальными, несмотря на увеличение финансирования. Но, с другой стороны, это, конечно, и объясняется особенностями пациентов, особенностями больных, которых мы наблюдаем, потому что они по-разному отвечают на лечение, они по-разному реагируют на токсичность. Для кого-то, может быть, токсичность, она вполне себя оборима и ничего страшного на этом фоне не происходит, и, возможно, для этого пациента будет спокойнее принимать один препарат, зная о том, что у него есть возможность перехода на другой. И, на самом деле, для меня было довольно занимательное наблюдать, что, например, в Австрии, и коллега, у которого огромный опыт лечения таких пациентов, лечения пациентов, которые получали ингибитор второго поколения, при прогрессировании с Т790М переходили на семертениб, он однозначно говорит, я предлагаю своим пациентам только эту опцию, я только предлагаю им начинать с первого или второго поколения ингибиторов, говоря им о том, что с определенной вероятностью у них появится Т790М и будет возможность перейти на ингибитор третьего поколения. Это абсолютно конкретная позиция, то есть это его мнение по этому вопросу. До того момента, как мы получим данные о увеличении общей выживаемости на фоне ингибиторов, следующего поколения для ингибиторов АЛК – это второе поколение, баригантениб и алектениб для ингибиторов ИГФР – это третье поколение, а семертениб, однозначно говорить о преимуществе той или иной опции нельзя. Поэтому этот вопрос остается, безусловно, открытым. Ну, собственно, вопрос немножко предвосхищал то, о чем я хотел сказать в самом начале. Безусловно, эволюция приводит к увеличению, к большему достижению тех целей, к которым мы стремимся. Основная цель у нас – это, безусловно, увеличение продолжительности жизни наших пациентов, поскольку вы знаете, что опухоли в целом и опухоли легкого в частности – это заболевание, которое довольно быстро до недавнего времени приводило к смерти. Все очень сильно изменилось сейчас, и больные с таргетными мутациями часто показывают слайд исследования Марка Криса из Memorial Sloan Kettering Center, в котором сравнивалась выживаемость пациентов с транслокациями АЛК и ИГФР до таргетной терапии, до появления таргетной терапии и на фоне таргетной терапии. И однозначно кривые расходились, выживаемость с таргетной терапией существенно выше. Это другое исследование, в котором мне хотелось бы обратить внимание на нижнюю строчку. 10 из 20 пациентов, которые прожили 5 лет на фоне таргетной терапии, 10 из этих пациентов жили 89,8 месяцев. Это та маленькая 10 из, получается, 137 пациентов. Это, в общем-то, не очень много. Но все равно это та надежда, которая всегда есть у меня, когда ко мне приходят новые пациенты, которые мы начинаем ему лечить. Я надеюсь, что у него будет длительный эффект. Нам удастся скорректировать прогрессирование локальным воздействием. У нас появится возможность перейти на новые ингибиторы, когда у пациента будет прогрессирование в связи с тем или иным вариантом молекулярных нарушений. Это то, что мы уже вполне реально можем обсуждать с нашими пациентами. К сожалению, мы не можем дать гарантии этого, но чем черт не шутит, и, возможно, в ближайшее время появятся предикторы для этого. Очень много информации, очень много чего изменилось в этом году. Поэтому я позволил себе структурировать общие представления, разделив их сначала по молекулярным нарушениям. ИГФР, АЛК-РОС-1 и редкие молекулярные нарушения. В каждом из этих разделов абсолютно актуален вопрос последовательной терапии. Огромное количество исследований. Я не думаю, что имеет смысл их описывать. Безусловно, этот вопрос, как я сказал, открыт до получения данных об общей выживаемости. Я думаю, что он останется открытым и после этого. Тем не менее, у нас будет какая-то точка, где мы будем знать, какой из вариантов лучше. И это похожая таблица для пациентов с транслокациями АЛК. Посмотрите, какое количество исследований проведено различных комбинаций. Начинается с одного, переход на другое и обратные последовательности. Практически все возможные варианты исследованы. И, собственно, интересно, представляют вот эти нижние две строчки, где в первой линии использовались наиболее эффективные на настоящий момент препараты, ингибиторы второго поколения, алигтиниб и бригантиниб. Так вот, что касается нарушений рецептора эпидермального фактора роста, я выделил три основных раздела, которые активно обсуждались в этом году. Первое – это одевантная или переоперационная лекарственная терапия, потому что и неодевантные варианты рассматриваются неожиданно в рамках этих заболеваний. Что касается одевантного лечения, безусловно, нам всем хочется вылечить. То есть мечта любого химиотерапевта – это вылечить пациента со злокачественной опухоли. Поэтому мы любим лечить лимфомы, мы любим лечить герминогенные опухоли, потому что для этих высокочувствительных к лекарственной терапии опухоли высока вероятность излечения от опухоли. И по следующему наблюдению, когда эти молодые ребята присылают вам фотографии здоровых детишек, которые у них разделились после проведения химиотерапии, ну, это то, что нам нравится. К сожалению, другая ситуация с солидными опухолями, когда больные, к сожалению, практически всегда погибают. И это же касается таргетных ингибиторов. К сожалению, ни один из них практически никогда не приводит к излечению больных на фоне этого лечения. И поэтому для больных небольшой доли пациентов с аденокарциномой лёгкой, у которых молекулярные нарушения были выявлены на этапе, когда у них ещё имело место операбельное заболевание, было несколько попыток, 4 попытки начать лечение раньше, начать лечение сразу же после выполнения хирургического лечения, для того, чтобы воздействие на микрометастазы или воздействие на отдельные опухолевые клетки, которые с высокой вероятностью несут активирующие мутации, таким образом продлить время без прогрессирования и, возможно, вылечить пациентов. Я вот на последнем сакцентирую ваше внимание. Продлить время без прогрессирования или вылечить. Основной целью адювантной терапии является, в первую очередь, увеличение числа пациентов без рецидива заболеваний. К сожалению, как я уже сказал, с учётом механизма действия это редко относится к ингибиторам, к таргетным препаратам. Ну и, собственно, суммируя те попытки, в этом году были представлены ещё два исследования, в рамках которого больные с операбельными стадиями после завершения этапа радикального лечения, получали либо плацебо, либо таргетную терапию. Во всех этих исследованиях было показано, что есть небольшое увеличение времени до прогрессирования, которое довольно часто очень близко коррелировало с длительностью приёма препарата. Безусловно, токсичность этого варианта лечения была меньше, чем цитостатической терапии, но, к сожалению, для большинства из этих исследований данные по общей выживаемости мы пока не видели. И отразится ли адювантное использование в первой линии этих препаратов на общей выживаемости – это большой вопрос, в связи с тем, что практически все пациенты, которые получали в качестве адюванта химиотерапию, они в конечном итоге при прогрессировании, конечно, получали те или иные таргетные препараты, и, соответственно, такие, которые существенно повлияли на показатели их выживаемости. На настоящий момент продолжается несколько исследований. Вы видите, многие из них с китайским препаратом, конечно, это говорит о числе пациентов с наличием активирующих мутаций, это говорит об инвазивности этих компаний и желании получить новые результаты, которые позволят зарегистрировать этот или иной препарат для того или иного показания. Но мы в первую очередь ожидаем результаты исследования Адаура, в котором мы тоже принимали, Сергей Владимирович принимал в нем участие. Это исследование, где в качестве адюванта производилось сравнение стандартной плацебо или нового ингибитора третьего поколения асимертениба. При этом длительность приема асимертениба составила 3 года. 3 года больные должны получать лечение в рамках этого исследования. И, собственно, это тот вопрос, который, с моей точки зрения, представляет большой интерес с точки зрения влияния на общую выживаемость. 3 года пациенты получали высокоэффективный препарат. То есть, по всей видимости, наверное, это должно отразиться на общей выживаемости. Отразится ли это на частоте излечения пациента с этим видом обухолей, конечно, довольно находится под большим вопросом. И, собственно, то, что проливает свет на… во многом объясняет то, почему мы не всегда можем надеяться на излечение, это неодевантные попытки использования этих препаратов. Вот одна из них была представлена в этом году. Вы видите, пациенты получали эрлатиниб до операции и потом одевантно получали в течение 12 месяцев после операции. На вопрос, почему только 12 месяцев, а не 24 или 36, как для современных исследований, ответ был, что тогда, когда исследование планировалось, собственно, это было неизвестно, какая длительность лечения в данном случае актуальна. И посмотрите, что получилось. Безусловно, лечение, таргетная терапия для больных с наличием активирующих мутаций оказалось лучше, чем стандартная химиотерапия. Время без прогрессирования для этой группы пациентов оказалось выше, чем для цитостатической терапии. Данные по общей выживаемости пока неизвестны. Но посмотрите, что происходит с частотой больших патоморфологических регрессов. Это определенный критерий уменьшения опухолевой популяции в группе О. Оказывается, что он минимальный. То есть практически отсутствуют большие патоморфологические регрессы в группе даже с таким высокоэффективным препаратом, как эрлатинип. О чем это нам говорит? Это говорит о том, что маловероятно, что использование этих препаратов переоперационно, использование этих препаратов одевантно, в том случае, если у больного остались все-таки какие-то клетки, приведет к полной эрадикации этих клеток и приведет к излечению больных от этого заболевания, повышению доли излеченных пациентов от этого заболевания. Безусловно, исследование этого вопроса продолжается, и мы с нетерпением ожидаем результатов других исследований, в которых, возможно, будут показаны какие-то другие результаты. И, соответственно, это изменит, в частности, мою точку зрения на эту проблему. Первая линия лекарственной терапии. Точно так же большие, интересные исследования, много данных. В первую очередь это касается комбинации. Смотрите, комбинация с новой исследованием, более крупной, третьей фазой, комбинации орлотинибой и биосузумаба. Были подтверждены результаты, полученные ранее в исследовании второй фазы. Оказалось, что комбинация орлотинибой с биосузумабом увеличивает время до прогрессирования до невиданных ранее 16 месяцев. Это хорошие данные, о которых мы должны помнить, о которых мы должны знать. Я уже много раз говорил, что, с моей точки зрения, к сожалению, клиническая реализуемость этого лечения, она, в общем-то, довольно сомнительна, потому что это существенно негативно влияет на качество жизни пациентов, поскольку требует постоянных визитов в клинику. Я уже не говорю про цитостатическую терапию и в комбинации с таргетной терапией. Безусловно, это привело к увеличению времени до прогрессирования, к существенному увеличению времени до прогрессирования. Я не буду здесь показывать этот график, но второе время до прогрессирования, то есть время до окончания и таргетной, и химиотерапии, оно оказалось одинаково для двух групп. Но при этом общая выживаемость пациентов, которые получали последовательно вместе химию и таргетную терапию, она оказалась существенно выше. И, по всей видимости, мы предполагаем, что это связано с длительностью экспозиции опухоли к таргетной терапии. Были получены данные по общей выживаемости для ингибитора второго поколения докометиниба. Вы знаете, ранее он показал более высокое время до прогрессирования относительно ингибитора первого поколения гифетиниба. И оказалось, что и общая выживаемость для этой группы пациентов, которая ограничена больными без наличия метастатического поражения головного мозга, она была выше для ингибитора второго поколения. Безусловно, тогда остро стоял вопрос токсичности, который и был под следующим изучен для отдельных подгрупп пациентов. Оказалось, что снижение дозы препарата при выявлении выраженной токсичности, безусловно, приводит к снижению токсичности, но практически не влияет на показатели, как времени без прогрессирования, так и общей выживаемости пациентов, что, безусловно, позволяет нам помнить об этой опции, которая также уже была исследована для другого ингибитора второго поколения, афотиниб. Появляются новые препараты, в том числе ингибиторы третьего поколения. Это ингибиторы, которые блокируют активирующие мутации и мутации резистентности. В первую очередь, Т790М, лазертиниб, был представлен в этом году на ЭСМО, точно также показал хорошие результаты. Это исследование было из Китая. Очень эмоционально докладывал лектор, убеждал, что этот препарат существенно лучше, чем асимертениб. Я потом внимательно рассмотрел все графики, не понял, чем он сильно лучше, чем асимертениб. Но это другой препарат, это дополнительная опция, которая, возможно, позволит нам как минимум снизить стоимость на асимертениб, что для нас было бы крайне актуально. Ну и продолжается пока победоносное шествие асимертениба в качестве препарата первой линии. На этот раз были продемонстрированы результаты наблюдения за пациентами на фоне первой и второй линии лечения. Несмотря на то, что практически никто из больных во второй линии не получал таргетную терапию, большинство пациентов получали цитостатическую терапию, время без прогрессирования два, время от начала лечения до окончания, до прогрессирования на второй линии лечения, они оказались выше при использовании ингибитора третьего поколения. И мы с нетерпением все ожидаем результатов по общей выживаемости, что, конечно, даст нам понимание того, как нам действовать, давать ли нам всем пациентам сразу асимертениб или, возможно, в будущем лазертениб, или все-таки идти по старинке и начинать с ингибиторов первого и второго поколения. Ну и, наконец, преодоление резидентности. Здесь совсем я немножко скажу. На самом деле этот вопрос принципиально разделяется на две подгруппы. Первая подгруппа – это когда в качестве комбинаторного таргетного препарата мы используем таргетный препарат первого или второго поколения. Потому что для него, по-видимому, это основной действующий препарат в этой группе. Для него механизм резистенции в 50% случаев как минимум связан с появлением мутации Т790М. И, соответственно, последующей линией терапии преодоление резистентности практически всегда, если есть мутация Т790М, связана с использованием ингибиторов третьего поколения. Теперь уж я даже не говорю о семертенибе, потому что есть и другие. И второй вариант резистентности и требований к ее преодолению, это когда мы используем в первой линии ингибитор третьего поколения, который характеризуется другим профилем токсичности, о чем я хотел вам показать на этом слайде. Как я уже сказал, для ингибиторов первого, второго поколения чаще всего встречается Т790М. Это, кстати, тоже новые данные. Они были представлены в этом году на ЭСМА. Это данные из исследования АУРА-3, исследования резистентности к ингибиторам первого поколения. И это данные из исследования ФЛАУРА, резистентность, спектр механизмов резистентности на фоне ингибитора третьего поколения. Оказалось, что там ожидаемо не встречается мутация Т790М, но при этом довольно часто, с существенно большей частотой встречается амплификация МЕД. И поэтому, отчасти поэтому, основные усилия, во всяком случае те, которые мы можем наблюдать, которые уже репортируются, которые исследуются в крупных исследованиях, это действия, направленные на блокирование амплифицированного или гиперэкспрессированного МЕД. Соответственно, таких исследований, их несколько. В одном из них мы участвуем. Сергей Ильич не даст соврать, что когда мы при прогрессировании у больного на фоне ингибиторов первого поколения, связанных с амплификацией нет, переходим на асимертениб и добавляем ингибитор МЕД, мы наблюдаем эффекты. Вот сейчас у двух из трёх пациентов у нас есть вполне неплохой эффект, который длится уже, получается, у одного четыре месяца, у второго пациента два месяца. Созданы препараты, коньюгаты, когда цитостатический препарат коньюгирован с антителом к МЕД, и, соответственно, там тоже получаются неплохие результаты, но пока это всё очень сильно далеко от клиники, и когда мы будем это использовать, это большой вопрос. Транслокация АЛК и РОС-1. Вы все знаете, что исторически первым методом идентификации транслокации была флоресцентная ин-ситу гибридизация в связи с тем, что присутствует большое количество различных транслокаций, идентификация каждой на момент, когда этих данных было мало, представляла собой большую сложность. Тем не менее, довольно скоро появилась иммуногистохимия, которая направлена была на замещение флоресцентной ин-ситу гибридизации, которая является довольно трудоёмким и дорогостоящим методом, созданы были антитела, которые позволяли осуществлять прескрининг пациентов для фиш-реакции, то есть идентифицировать тех пациентов, у которых есть повыше, присутствует экспрессия этого рецептора, с помощью иммуногистохимии выполнять им фиш, таким образом подтверждать амплификацию и уже начинать терапию ингибиторами АЛК и РОС-1. Мы исторически пользовались молекулярно-генетической лабораторией Гея Наумовича, потому что так получилось. И Гея Наумович использовал похожий на самом деле по своему принципу на фиш-метод, когда производится амплификация фрагментов до и после транслокации. Ожидаемо, что тот участок, который подвергается транслокации с другим геном, его количество увеличивается и, соответственно, происходит дисбаланс, аллельный дисбаланс. То есть количество копий одного фрагмента, оно существенно выше, чем количество копий другого фрагмента. Это позволяет… Время? У меня еще 5 минут. Нет, не время. 25 минут. 20. Самое интересное. Значит, мы пользовались всегда диагностикой с помощью ПЦР. И вот, собственно, накопление данных, получая два исследования третьей фазы, брегантиниб, алектиниб, позволили выявить некоторые закономерности. Оказалось, что для небольшой группы пациентов присутствует экспрессия с помощью иммуногистохимии, но отсутствует амплификация по ФИЖ. И оказалось, что, посмотрите, это может приводить к таким неожиданным довольно-таки результатам. Их нужно интерпретировать, как говорят авторы этой стадии, довольно осторожно. Потому что получилось, что у тех пациентов, у которых есть экспрессия по иммуногистохимии и нет клюорисцентной амплификации, у них эффективность ингибитора второго поколения, который существенно более эффективна, чем ингибитор первого поколения. Оказалось, что меньше. В то же время ингибитор первого поколения показал практически такие же результаты, как и ранее. Ну и, собственно, вот здесь буквально один пример. Наверное, плохо... А нет, нормально здесь видно. Здесь есть гиперэкспрессия по иммуногистохимии, здесь есть небольшая экспрессия по иммуногистохимии, тем не менее, здесь есть, здесь нет расхождения зондов, нету амплификации. А здесь присутствует большая экспрессия, но она фиш-негативная. И, собственно, исследование этих случаев позволило выявить другие нарушения, которые АЛК, которые ассоциированы, как вы видите, с эффективностью ингибитора второго поколения, но при этом не выявляются профилоресцентные институты гибридизации. Наверное, это редкие ситуации, и, наверное, мы будем получать больше данных о том, как же все-таки их лечить. Первая линия лечения зарегистрированы кризотениб и серетениб. Хорошие препараты серетениб в этом году было показано, что можно снижать дозу для того, чтобы уйти от той выраженной токсичности, которая наблюдалась ранее. Тем не менее, конечно, прорывом прошлого и этого года является исследование ингибитора второго поколения, алектиниба, бригантиниба. Посмотрите, алектиниб показал выдающееся время допрогрессирования, которое, к сожалению, было ассоциировано с наличием двух пациентов, которые жили долго и, таким образом, удержали линию выше медианы. Похожие данные были получены в этом году для бригантиниба, и те и другие данные пока незрелые по общей выживаемости, поэтому мы ждем, что же будет в будущем. И вот здесь, собственно, отражается. Посмотрите, в 2017 году время допрогрессирования было 25 месяцев, потом два пациента продержались, и в 2018 году, в том же самом исследовании, время было уже 34 месяца. То есть это то, насколько мы, ориентируясь на хорошо спланированные крупные исследования третьей фазы, в общем, находимся в заложниках от того, что нам говорят, и далеко не всегда это отражает, на самом деле, реальную ситуацию. Тем не менее, результаты, безусловно, хорошие, о них нужно помнить, в том числе и потому, что эти препараты высокоэффективны для поражения головного мозга. Кризотениб как попадает в сереброспинальную жидкость, так и выводится из нее, а ликтиниб и бригантиниб, попадая в сереброспинальную жидкость, не выводятся из нее механизмами эфлюкса. Соответственно, это приводит к их высокой эффективности, и поэтому уже сейчас, если у вас есть пациент с мелкими асимптомами, то, что в головном мозге, у вас есть в столе или в аптеке ингибитор второго поколения, наверное, можно начать с него и не проводить пациентам ни стереотоксическую лучевую терапию, ни тотальное облучение головного мозга, преодоление резистентности. Здесь много препаратов, я уже показывал, все они находятся в исследованиях. Соответственно, наверное, в ближайшем времени мы будем получать все новые и новые данные о том, в какой же последовательности нам оптимально использовать эти препараты, но, к сожалению, не перестанет зависеть от нашей финансовой ситуации и доступности всех этих препаратов в наличии. Редкие мутации, буквально я два слова скажу коротко, не буду акцентироваться на небольших исследованиях, в которых показано, что таргетная терапия, использованная ранее для других нозологических форм с такими же мутациями, она оказалась эффективна и при легком, это ингибиторы Бираф, мутации в зоне 14-м МЕД, точно так же кризотениб, который изначально был синтезирован, как ингибитор МЕД показал высокую эффективность, то, на чем мне хотелось концентрировать ваше внимание. Оказывается, все-таки не все опухоли с активирующими мутациями одинаковы. В этом году было представлено большое исследование, в котором изучались вопросы экспрессии ПДЛ-1 и эффективности иммунотерапии для больных с активирующими мутациями. Мы привыкли, что если есть активирующие мутации, значит иммунотерапия не подходит, потому что другое микроокружение, маленькая опухолевая нагрузка, чаще всего это опухоли невоспаленные, то есть мало лимфоцитов, низкая экспрессия ПДЛ-1. Оказывается, что это не всегда и не совсем так. Посмотрите, например, для Бираф опухоли с наличием Бираф использование иммунотерапии может в отдельных ситуациях приводить к длительным эффектам. И, собственно, тот вопрос, который нам предстоит изучить, это как же все-таки стратифицировать этих пациентов. Возможно, это связано с тем, что мутации Бираф довольно часто встречаются у пациентов, которые курили. И в связи с этим вам короткий вопрос, который логически не вытекает из того, о чем я говорил, но тем не менее, мне кажется, является крайне актуальным для нашей страны сейчас. Если к вам пришел ПЦФ, вы хотите начать ему терапию. Пациент говорит, доктор, как всегда он у нас говорит, я вам доверяю, что вы выберете для меня. Как вы сами чувствуете, достаточно ли у нас данных сейчас, чтобы начать ему ингибиторы первого поколения и с ожидаемой вероятностью 50%, 50% начать ему ингибиторы третьего поколения, а с вероятностью 50% начать ему цитостатическую терапию. Или все-таки мы пойдем по пути использования новейших препаратах и позволим им, пациентам, получать лечение дальше. Дальше. В конце дня? Вопрос переведите немножко. На самом деле основная проблема того, с чего начать, на самом деле, когда уже появляется определенное количество пациентов, она заключается в том, что вы в голове у себя создали план, где пациент получает ингибитор первого-второго поколения, потом у него есть Т790М, потом он переходит на ингибитор третьего поколения. Но, к сожалению, так происходит далеко не всегда. И довольно часто мы сталкиваемся с тем, что Т790М не выявляется. И в этой ситуации наши опции, они ограничены. Как вы строите свой разговор с такими пациентами? Вот в чем вопрос. Готово. Ну, вот видите, значит, все-таки среди тех докторов, которые общаются с пациентами, все-таки есть те, которые принимают пациентов, которые сами несут ответственность за свой выбор и сами несут ответственность за свое будущее. Спасибо. Ну, только маленький вопрос. Вот это коварный, этот на него не получил сегодня ответ, а исследование Аура-3, которое опубликовало те мутации, которые возникают на сибиртенибе, которые сам как бы созданы при наличии мутации Т790М. Но при назначении в первой линии мы видим, как метамплификацию, ой, так, извините, метамплификацию, так видим новую мутацию С790С. А вот когда назначаем во второй линии, на сибиртенибе, мы не видим таких каких-то находок для себя. Вот с чем это связано? Казабадин препарат, который должен бороться с мутацией, порождает новые проблемы. Конечно. И это мы в первой линии, мы должны создавать новые препараты к этой мутации и к метамплификации. Дело в том, что, да, именно так. Ну, собственно, по этому пути и идёт изучение этого вопроса. К сожалению, получается так, что опухоль до начала лечения, когда она связана с одной мутацией, делится в 19-м их зоне или в 80-м, там есть и другие. Но вот те, на которые мы можем, она относительно гомогенна по этим мутациям. Когда вы её лечите, она резко уменьшается, остаётся маленький пол, потом он начинает разрастаться. И вот когда он начинает разрастаться под влиянием ингибитора, это уже другая опухоль, существенно более гетерогенная. Это связано просто с тем, что опухоль дольше существовала и развивалась в условиях с наличием геномной нестабильности под воздействием препарата. И получается, что там практически всегда есть энное количество клонов. В одном есть С797С, в другом есть нет, в третьем есть и Т790М, и С797С. В такой ситуации, когда они особенно находятся в ЦИС-позиции, то ингибиторы первого поколения не будут эффективны, а есть данные, что они могут бракировать С797С. Есть и другие механизмы резистентности, и всё это происходит одновременно. То есть в данном случае мы уже ни на какое извлечение или длительное время до прогрессирования рассчитывать не можем, а мы можем лишь надеяться на то, что тот клон, на который мы можем воздействовать сейчас с помощью ингибитора Т790М или ингибитора С797С в будущем или ингибитора МЕД, он будет достаточно большим, чтобы сопровождаться длительной клинической ремиссией, хоть это слово и не используется в онкологии. Спасибо. Спасибо. И пока идёт у нас другой вектор. У меня вопрос очень короткий к вам. Ваше личное отношение к одевантной таргетной терапии? Да, нет, неоднозначно. Для опухоли лёгкого мой ответ пока нет. Неодевантной? Неодевантная тоже ответ нет, просто вопрос того, с чего мы хотим достичь. То есть если мы провели неодевантную, потом золотыми руками хирурга прооперировали, мы всё равно вынуждены продолжать таргетную терапию после этого. То есть мы, может быть, улучшили качество... Коммутации. Что-что? Коммутации, которые возникают... В смысле? На крок приёма. Ну там же короткий срок приёма. То есть за это время они ещё не успевают. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok